денис приветствую тебя привет всем торговая сессия четверга время нашей с тобой традиционной встречи когда мы обсуждаем рынки технически фундаментально говорим о самых интересных событиях которые влияют на поведение финансовых инструментов сейчас конечно же если говорить целом про неделю она не такая насыщенная на фундаментальный фон как например прошлое поэтому ну работаем с тем что есть хотя триггеров на рынке практически нет но следующей неделе это уже данные по инфляции у нас с тобой будет возможность как раз уже после того как они выйдут встретиться обсудить ситуацию на рынке посмотреть затем что же все таки произойдет дальше с американским долларом который лично меня очень сильно удивил в прошлую пятницу когда вышли данные по нонфарм перлс прям камнем доллар влетел вниз и соответственно позволило рисковым инструментам неплохо отрасти но сейчас вот коррекционная динамика все-таки взяла свое верх и наверное покупатели осознали что несколько заигрались покупками потому что евро фонд аутсайдеры очевидный валютного рынка но особенно с точки зрения фундаментального фона на мой взгляд оказались на уровнях на которых не достойно сейчас находиться с учетом общей фундаментальной карте как насчет того чтобы сегодня обсудить евро доллар можем нефтянку посмотреть и немного разнообразие наш привычный набор инструментов по австралийцу потому что мне кажется тактик сейчас интересен учитывая решение резервного банка австралии поставки на этой неделе то что австралийц пока что еще но как-то мимо ушей пропустила решение что странно потому что в конечном счете повышение ставки тогда когда другие центральные банки ничего не делают со ставкой должно было оказать поддержку риск кому доллар и надеюсь то что это еще с каким-то временным лагом но проявится в графиках и может австралийц выйти на максимум ну ладно давайте начнем с меня демонстрация экрана поехали индекс доллара куда уж без него 105 . 40 текущего уровня вернулись мы к нижней границе вот этого бокового коридора в котором и доллара находился в сентябре хорошо то что вернулись потому что в пятницу как я уже отметил вот эта мощная красная свечка вниз чуть-чуть пугал меня я еще не видя даже данных по нон-фарм феррелс решил что там что страшное произошло например не было никакого прирост новых рабочих мест а вообще сокращение уровень безработицы в космос улетел но еще больше удивился когда посмотрел все-таки эти цифры и там не было ничего такого радикального и страшного из-за чего можно было бы вот объяснить такое серьезное нападение индекс доллара но есть то что есть индекс доллара протестировал довольно неплохо я бы сказал нижнюю границу этого коридора на отметке 105 и локально даже торговался ниже но сейчас мы вернулись снова в район 105 40 и я очень надеюсь то что вот это восходящее вот это движение вверх локально это не коррекционный откат а все-таки возвращение индекса доллара к привычному коридору с последующим ростом потому что общий фон остается точно такой же как он был например несколько недель назад это начинаем с геополитики потом уходим в плоскость ожидания того что фрс будет сохранять ставку высоко в течение длительного периода времени мы это знаем помним и делаем выводы об этом на основании последних заявлений обаула на пресс-конференции после заседания федрезерва один отчет погоды не делает никакой это сначала был мое субъективное мнение но потом мы видим спустя получается 4 торговой сессии после выхода данных по non-farm фэллс уже выступили нил кашкари мишель боуман лори логан и все они отметили что в целом условия остаются прежними есть риск для усиления инфляции ну или как минимум сохранение инфляции на повышенных уровнях поэтому федрезеров ни в коем случае нельзя отказываться от ограничительной политики здесь я всегда комментирую что но нужно быть реалистом до фрс не повысить процентную ставку в текущих условиях но он сохранить ставку высокой очень долгие период времени и про это забывать не нужно при такой ставке как сейчас на мой взгляд невозможно развить какой-то продолжительный долгосрочный тренд по доллару когда пресс начнет подавать сигнал на что пришло время смягчать палить вот тогда эти сигналы мы считаем и соответственно начнем уже платить американская валюту поэтому denis мое мнение прежнее я лично для себя как бы закрываю глаза на вот это вот снижение которое было с пятницы и верю дальше в рост американского доллара так по евро все по-прежнему плохо но ты знаешь выбирая между индексом доллара и евро долларом сейчас я все-таки больше сосредоточен на индексе доллара эти инструменты корридируют между собой поэтому здесь наверное лучше тоже выбрать что-то одно и я не верю в рост европейской валюты учитывая фундаментальный фон вчерашний день еще слабые данные по рыночным продажам в еврозоне и на своем брифинге если не рассказывал что очень плохой индикатор перед предстоящими новогодними рождественскими праздниками то есть если потребители ну прям настолько зажаты и не покупают товары длительного пользования в тех объемах которых они обычно это делали это может обернуть серьезные проблемы европейской экономики все это усиливает риски рецессии поэтому не вижу причин для долгосрочного роста евро скорее всего перейдем к снижению и будем тестировать нового минимума нефти вообще поразило своим обвалом по сути за несколько торговых сессий минус 10 процентов с другой стороны в отношении нефтянки мы уже привыкли к таким движением я думаю что 80 долларов за баррель для тех кто раньше помедлил ничего не предпринимал сидела на заборе это идеальная точка входит на срок потому что все таки если не в конце этого года то в начале первого квартала 1024 года я надеюсь уже оставим позади тему связанную с палестинно-израильским конфликтом будем больше фокусироваться на общих экономических условиях и на действиях саудовской аравии россии по сокращению производства нефти последствиях которые в конечном счете могут привести к серьезной нехватке предложения на глобальный рынке и я может быть один из немногих но все-таки верующих то что китай сможет начать подавать признаки жизни макроэкономически я имею ввиду сегодня очень сильно разочаровали данные по инфляции я расстроился из-за того что мы увидели очередное снижение по сути снижается инфляция снижается и потребительская активность но думаю что на этом все-таки череда от этих отчетов плохих закончится и под конец года мы увидим все-таки позитивную динамику так австралийц как я отметил краткосрочная рекомендации сделка здесь все-таки на лонг с ожиданиями того что пара вернется в район 0 65 еще раз резервный банк австралии повысил ставку но мы видели как раз обвал он больше связан как раз это четырехчасовой таймфрейм больше связан не с тем что происходило с долларом а вот первая реакция на решение резервного банка австралии по поставки я думаю что это прям чрезмерно агрессивные распродажи тем более что резервный банк австралии подал сигнал что в случае усиления инфляции он готов будет поднять ставку снова со 4 35 уже до 4 55 и это прям очень сильно сейчас недооценивается рынком я полагаю что австралийц еще может напомнить участник рынка что у него есть потенциал для роста и оказать локальное сопротивление доллару поэтому скажем так вниз до нашего с тобой следующего эфира я здесь больше все-таки за покупки это что на пара может восстановиться к прежней такой психологической планки 0 65 это единственный риск наверное которая сейчас верю потому что считаю что слишком продали на решение поставки этот инструмент так слово тебе так хорошо сегодня у нас тобой 50 на 50 приблизительно почему это говорю потому что я в принципе согласен вот по австралийцу и по нефти да но вот касательно индекса доллара тут у меня есть очень серьезные сомнения в общем сейчас я об этом всем объясню значит технической точки зрения точно и также с точки зрения опционов у нас по евро сейчас заливается жесточайший просто хэдж на защиту вот это вот диапазона то есть 106 10 106 65 округлим в общем это тот диапазон во первых это зоны покупателей раз во вторых то диапазон с которого цена старту на лаверту здесь находятся основные самые такие вот крупные опорные объемы у нас которые были них была реакция направленность была сделана вверх поэтому перед таком раскладе думаю ну максимум что смогут сделать это еще раз протестировать эту область и все равно стартануть вверх у меня лично здесь основная цель находится в районе вот 1 0 0 8 30 приблизительно то есть это тот уровень который был у нас еще сформирован вот здесь вот в июле месяце это такая некая серединка он для отскока конечно не подходит но в качестве цели он как раз отлично годится потому что в целом да я понимаю что выглядит так как будто расширение диапазона и потом возврат полностью вниз но здесь очень сильный профиль текущего контракта вообще весь объем был наторгован вот в этом диапазоне внизу поэтому я бы не стал вот эту всю область игноре то есть если сюда вернуться то с огромной вероятностью оттуда выход сделают снова вверх по поводу австрала значит вот здесь вот я соглашусь мне он тоже заранее уже это еще с анализа понедельника осталось то есть есть вот такой вот диапазон и в этом диапазоне также у нас находятся достаточно мощные месячные опционные хеджи ну здесь вообще выхода не было то есть у нас цена во флете начиная еще с августа месяца то есть это весь август сентябрь октябрь то есть три месяца полных цена уже находится в диапазоне все никак не может с него выйти но при этом основная часть накопления находилась у нас в нижней его части то есть на протяжении всего полностью октября месяца то есть весь вот этот вот диапазон весь октябрь месяц у нас по цене формировалось накопление и потом уже только в дальнейшем с этого накопления сделали выход вверх верху нас ждали очень красивые блочные конструкции по опционам также залили еще по аском сделки то есть это лимитные продавцы заходили и таким образом вернули обратно поэтому я думаю что тестирование контроля маржинальной зоны у вас здесь внизу произойдет в диапазоне 0.63.55 0.63.85 и с этого диапазона уже снова стартанут вверх потому что если смотреть более стратегически то здесь есть еще куда расти на самом деле и особенно вот этот уровень ключевой в районе 0.66 я считаю он будет основополагающим для будущих для будущих целей будущего движения по поводу индекса доллара значит здесь вот вот этот очень-очень такой скользкий момент я его смотрел уже и на дневном на 4 часовом но он реально как 50 на 50 выглядит значит если с дневного посмотреть у нас был вот этот сильный уровень то есть если округли 106 этот уровень 106 цена уже неоднократно нам пилила 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 то есть пытались закрепиться выше возвращались вниз пытались снова закрепиться выше опять возвращались и снова попытка закрепиться то есть ну что-то наподобие теста предыдущей вершины то есть у нас вот так вот он выглядит и снова таки полное перекрытие вниз поэтому с одной точки зрения это выглядит точно так же, как и по евро, у них все-таки 56% массы евро в индексе доллара, выглядит точно так же на расширение флета, а с другой стороны у нас есть еще тоже очень хорошая цель движения, она чисто локальная цель, но этот диапазон, я более чем уверен, в ближайшее время возьмут, находится в районе 103.25, и вот к этому диапазону как раз ожидают дальнейшее снижение, но единственное только вот как, либо с текущих, либо зайдут внутрь диапазона, здесь вот проторгуются, потому что все-таки у нас вот эта область, это основная область накопленного объема, с которого сделали выход вниз, при этом у нас есть такая вот белая свеча, это у нас это опорный объем, и следовательно, когда цена тестирует его с обратной стороны, то он достаточно сильную роль играет в качестве сопротивления, поэтому я лично на перехай, но мне технически не очень нравится эта ситуация, то есть повторюсь, да, это похоже на расширяющийся флета, одна из самых идиотских формаций, которые вообще только в трейдинге существуют, потому что она просто выносит по несколько раз в одну сторону, выносит в другую сторону, это может быть и по два, и по три раза, и потом только уже, когда вообще никакого желания не хочется торговать, тогда только уже пытается сделать разворотку, но тем не менее, в общем, я предлагаю все-таки вот этот диапазон, 105, округлим его немножко, 105, 70, 106, 30, быть с ним крайне осторожным, потому что от него могут стартануть движения. А вот что касается нефти, то здесь я считаю, что да, действительно, провалили достаточно сильно, причем на прошлой неделе здесь заливались, вот они, очень крупные объемы, в районе где-то 100, в районе 81 приблизительно, это был уровень, причем его пилили-пилили, то есть вот чуть вверх, потом опять вниз, опять вверх, опять вниз, и только лишь на этой неделе залили, когда по АСКам лимитные продажи, и плюс еще подтвердили блочными сделками по Фьючу, такие же продажи, тогда только уже цена пролетела вниз, дошла до двойной маржинальной зоны, здесь же рядом и зона опционной проторговки у нас находится, вот она, и в целом, то есть я ожидаю, что приблизительно где-то с этого диапазона у нас будет, дано движение вверх, и, кстати, обратите внимание, здесь еще, если раскинуть два нисходящих канала, то есть один более уточняющий по последнему построению, то есть последнему движению вниз, более такой резкий угол наклона, вот он, раз, два, и сверху более крупный канал, вот он, раз, два, то как раз цена зашла четко внутрь этой буферной разворотной зоны поддержки, поэтому я думаю, что протестируют, скорее всего, вот этот диапазон 74-75, и с него уже будем смотреть на дальнейший выход вверх, потому что здесь у нас внизу есть еще и ключевая поддержка в районе где-то 72-73, ну вот, там 50 на 50 дойдут, не дойдут, но вот этот такой треугольничек, то есть это динамическая буферная зона поддержки, которая как раз чаще всего, она является вот прям стратегически разворотной значимой по нефти, так что я лично здесь за продолжение роста, но с очень большой вероятностью это как раз произойдет у нас после ретеста вот этих вот минимумов 74-75, вот, так что если в целом подытожить, то техническая картина у нас вот особенно по индексу доллара, ну очень-очень на самом деле опасная, потому что могут и реально улететь вниз, потому что вот такое импульсное движение, да, сейчас по валютам происходят такие откаты процентов по 80, согласен, это неудобно такое торговать, потому что чаще всего даже и без объемов отлетает, но в целом, то есть выглядит так, что пытается сделать разворотку вверх, и вчера даже у нас первый такой импульс, он, конечно, чисто внутри дня был в районе часового графика, но первое импульсное движение вверх все-таки нам здесь протолкнули, и локальное было, так что, ну я лично за ослабление доллара, ну и следовательно, рост остальных инструментов против него, если брать вот на дистанции, в том числе и нефть. Денис, спасибо тебе за точку зрения, за твои рекомендации, давай тогда следить, еще раз напомню, что на следующей неделе уже точно расслабляться не придется, данные по инфляции, это уже прям серьезный катализатор для рынков, но, как ты уже отметил, мы с тобой успеем переварить эту статистику, и на следующий день после этого обсудить уже, что с рынком произойдет. Тебе тоже тогда удачного закрытия недели, и классных выходных, как и всегда. Спасибо тебе тоже, отлично, закрыть неделю, и с наименьшими потерями нервных клеток. Спасибо, Денис. Всем спасибо, пока-пока.